Доброе утро! Лето продолжается, а вместе с ним и наши выезды к морю. На этот раз летим в Абхазию, знакомиться с курортами этой страны и ее достопримечательностями. Абхазия – регион в северо-западной части южного склона главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье. В документах ООН рассматривается как территория Грузии. Согласно административно-территориальному делению Грузии, является автономной республикой Абхазия. Столица Абхазии – город Сухум. Разница во времени с Магнитогорском – минус 2 часа. Валюта – российский рубль. Для въезда виза не требуется. Абхазские курорты в 2000-е годы были не так популярны, как в 80-е и 90-е. Но, как известно, в истории все циклично, и Гагра, Сухум, Пицунда вновь полны туристами. Изменилось главное. Чтобы попасть туда, не нужно быть начальником или другом начальника. Необходимо лишь ваше желание. Если оно есть, проблем нет. Добраться до любого абхазского курорта не составит труда. На собственной машине попадете в желаемый пункт назначения. На автобусе, поезде или самолете доезжайте до Сочи, а уже оттуда на маршрутном такси в Абхазию. Для пересечения границы загранпаспорт не нужен. Вот вам уже как минимум два плюса. Легко добраться нет бумажной волокиты за поездку на один из легендарных курортов. Мы решили туда поехать, потому что послушали отзывы о том, что там, в принципе, тепло, море, все дела, дружелюбный народ, и все очень недорого. Цены действительно радуют, в том числе и на жилье. Вообще большинство домов там, это частный сектор, и большинство народу, которые едут туда, они просто снимают дома и живут в них. Мы нашли тоже заранее дом, снимали его все вместе, дружно. По 500, по-моему, рублей с человека мы отдавали за сутки. У нас было семеро. Если ваша компания не так велика, дешевле, да и комфортнее остановиться в гостинице. Если интересует проживание в Абхазии, пансионаты либо санатории, то их можно самостоятельно забронировать без дороги. То есть только проживание, только наземное обслуживание. Пансионаты, к примеру, в городе Сухум, это столица Абхазии, стоят от 14 тысяч на двоих. Это без питания. Сухи? Нет, к примеру, на 10 дней. На 10 дней, вот такой вот минимум, который туристы обычно для себя рассматривают. От 14 тысяч и пансионаты будут находиться на побережье. Это будут пансионаты более современного плана и реновированные. То есть те, что остались с советских времен, конечно, они в разы дешевле, дешевле, дешевле. Можно будет забронировать даже и от 8 тысяч на двоих. То есть они очень недорогие. Следующая необходимая трата – питание. Можно сходить в кафе. Но если хотите эту статью расходов уменьшить, готовьте сами. Надо только знать, куда ходить за продуктами. Цены очень разнятся. То есть в зависимости от того, где покупать. Если покупать чем ближе к морю, к туристам, тем все дороже. Ну, возле нас был один неплохой магазин, где все, в принципе, было по приемлемым ценам. И свежая выпечка там была, хлеб мы покупали вкуснейший и так далее. Кругом продают овощи, фрукты. И неподалеку был еще рынок. На рынке, в принципе, тоже в основном все дешево. Правда, есть и то, что готовить самому не нужно. Этим нужно угощаться и наслаждаться. Инжир. Больше вроде ничего не помню. Гранат. Все говорят, что надо там обязательно съесть чапури водочкой. Но надо еще поискать места, где его взять. Ну, а чтобы попробовать, да и посмотреть все самое вкусное в Абхазии, не избегайте общения с местным населением. Тем более, что они только за. Веселый, дружелюбный народ, но очень гордый. Поэтому, в принципе, если к ним дружелюбно относиться, и они так же будут относиться. Никаких конфликтов не было. Мы спокойно и по ночам гуляли, бывало, по городу, по закоукам. Познакомившись с абхазским гостеприимством, красивой природой, теплым морем, многие влюбляются в эту страну и хотят вернуться сюда. Россиян, желающих отдохнуть на одном из абхазских курортов, с каждым годом все больше и больше. Ну, а нам уезжать отсюда пока рано. Мы еще не познакомились с экскурсионной программой страны и ее знаменитыми красотами. До встречи в следующую среду. Субтитры создавал DimaTorzok